На Санторине существует в целом 67 разных сортов винограда, из них 35 белых, 32 красных. Основной, у нас есть Ассиртико и еще один Линсанто. Как бы ты сказал? У вас есть что-то любимое? Ну, конечно, это сложно сказать, что это любимое, если они очень хороши. Я верю. Я верю, что Ассиртико, или все эти любимые, которые имеют Ассиртико в ней, для меня это любимое. Потому что Ассиртико, может быть, это лучшая мария в момент, которую я никогда не пробовал. Ты был в других странах, да? Я был в Швейцерланд, потому что моя жена там есть. Я пробовал. В Швейцерландии тоже есть много индивидуальных грибов. Ты пробовал Титарвин? Нет, я не был так счастлив. Я пробовал только интернациональные грибов в Швейцерландии. Какой-то савиньо, шадонет. Да, какие-то мерло. В Греции, когда я пришел сюда, я читал очень много локальных грибов. И ты известен для этих грибов. Это около 300 грибов. 300 грибов. И что ты говоришь? Когда вы производите каберне, мерло, сыра? Конечно. Конечно, Бутари компания производит интернациональные грибов. Также. Но мы пытаемся также поддерживать индивидуальные грибов, которые требуют больше поддержки. От всех интернациональных грибов. Потому что это грибов для людей, которые не знают так много. И мы должны общаться с этим грибов. с людьми. Но на этом грибе вы не производите, да? На этом грибе мы не производим интернациональные грибов. Мы производим только локальные грибов. И это так тяжело чтобы культивировать что-то еще здесь. Потому что это грибов, без вода. Спасибо большое. Было огромное удовольствие для меня. Будем продолжать грибов. И мы проводим какие-то хорошие грибовы вокруг мира и в Украине. Спасибо за вашу время. И я надеюсь, что вы помогите в нашей направлении, чтобы помогать эти грибовы, которые будут в будущем известны по всему миру. Я понимаю. Потому что, как Сомалия, это очень интересно представить людям что-то красивое, и экстраординарное. Поэтому это будет, я думаю, хороший выбор для людей, которые уже попробовали все, но не видели, не знали, что-то красивое место и красивые грибы. А в корж. Добрый день всем, кто любит и всем, кто хочет полюбить. У меня с вами Дмитриев. Я Сомелье. Мы на острове Санторини дегустируем греческие вина. Начали с белых. Это было Асиртико. Это было Винсанто. Очень интересно. Что-то было выдержано в бочке, что-то нет. Думаю, ребята поделятся своими впечатлениями. На самом деле, место великолепно. Они используют старую систему. Можно видеть, как просто виноград растет в таких так называемых корзинах, прямо из земли. Никакой у нас подвязки, ничего. Посмотрим, что у нас идет впереди. Санторин уже тогда был достаточно таким большим туристическим местом. То есть, таким проходным двором в Греции, можно сказать. Сюда очень много туристов приезжало, поэтому было такое хорошее место, которое хорошо вплоть к многочисленным покупателям. Виноградников 7 гектаров. 7? 7, да. Кроме этого, они закупают виноград у 285 местных жителей, у которых там маленький отдел виноградников, расположенные здесь, вокруг этой местности. В принципе, я знаю винодельню в Бутаре достаточно давно. Первое мое знакомство с ними было в Македонии, в Наусе, куда мы поедем в ближайшее время. И белые вины санторинские я первый раз попробовал у них в регуляционном зале в Наусе. И тогда был очень сильно впечатлен, потому что это было мое первое знакомство с санторинскими винами. И были достаточно старые года. То есть, я, честно, память не вспомню, но начало 90-х. И я, в принципе, тогда даже не мог предположить, что белые вина греческие, особенно с таких южных краев, могут так долго выдерживаться. А после этого я систематически пробовал практически любые года, которые мог найти либо в продаже, либо на дегустациях, которые организует союз виноделов в Греции. А главный винодел Бутали, который год подряд является президентом этого союза виноделов, очень интересный человек, с ним побеседовать. В принципе, он знает греческие сорта и их потенциал очень хорошо. А у меня маленький вопрос. Вот мы сегодня продегустировали асиртико, которое было выдержано в бочке, и третий год был, и седьмой. Мне показалось, что третий был уже немножко подуставшим. То есть, мне кажется, бочки не стоит его долго выдерживать. Я думаю, что дело здесь не совсем в бочке. Дело в том, что третий и седьмой год были достаточно жаркими, и третий вообще был очень жарким по Европе. Хотя Греция не всегда впадает в общеевропейские, скажем так, климатические рамки. Но, по-любому, седьмой здесь для красного виноделия, например, считается одним из лучших. То есть, он был достаточно жаркий, и виноград созрел очень хорошо. Именно поэтому мне лично в аромате седьмой понравился больше, но ему чуть-чуть не хватает кислотности, по крайней мере, от того, что я знаю. Потому что я к Алисте пробовал очень разные года, в разное время. Не входи в кадр, пожалуйста. Настя, выйди с кадра. В 2003 год проблема, скорее всего, не в бочке, а в том, что вино немножко уже подокислено. То есть, я так думаю, что ему не хватило сил, ну, внутренних, скажем так, резервов, для того, чтобы выдержать такую длительную выдержку в бутылке. То есть, астертика мы долго не будем хранить? Вин санатом мы храним 650 лет, а астертика 5. Нет, 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 опять-таки. В жаркий год те, ну, если брать биохимые вина, да, те вещества, которые могут противостоять окислению, то есть это, как правило, вещества, содержащие севу, да, они термозависимые, то и при высоких температурах, они распадаются. Соответственно, при жарке, в жарком году, даже до, ну, как бы, до момента сбора урожая, часть этих веществ теряется. То есть, виноград изначально имеет меньшую, скажем так, физико-химическую предрасположенность к длительной выдержке. То же самое касается полифенол, который в белом винограде тоже содержится, но несколько в другой форме, нежели в красном. Это тоже вещества, которые термозависимые, и от высоких температур, они тоже распадаются. То есть, изначально, в жаркие годы, что белый, что красный виноград имеют меньшую способность к развитию и к долгому хранению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова